Глава тринадцатая, вторая книга про Лепоминон В восемнадцатый год царствования Иерваамова царился Авия над Иудою. Три года он царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Михайя, дочь Уриилова из Гивы, и была война у Авии с Иерваамом. И вывел Авия на войну войско, состоявшее из людей храбрых, из четырехсот тысяч человек отборных, а Иерваам выступил против него на войну с восьмюстами тысяч человек, также отборных, храбрых. И стал Авия на вершине горы Цема-Раимской, одной из гор Ефремовых, и говорил, — Послушайте меня, Иерваам и все израильтяне! Не знаете ли вы, что Господь, Бог Израилев, дал царство Давиду над Израилем навек, ему и сыновьям его по завету соли? Но восстал Иерваам, сын Наватов, раб Соломона, сына Давидова, и возмутился против господина своего. И собрались вокруг него люди пустые, люди развращенные, и укрепились против Раваама, сына Соломонова. Раваам же был молод и слаб сердцем, и не устоял против них. И ныне вы думаете устоять против царства Господня в руке сынов Давидовых, потому что вас великое множество, и у вас золотые тельцы, которых Иерваам сделал вам богами? Не вы ли изгнали священников Господних, сынов Аарона и левитов, и поставили у себя священников, какие у народов других земель? Всякий, кто приходит для посвящения своего с тельцом и с семью овнами, делается у вас священником лжебогов, а у нас Господь Бог наш. Мы не оставляли его, и Господу служат священники, сыны Аароновы и левиты при своем деле. И сожигают они Господу все сожжения каждое утро и каждый вечер, и благовонное курение, и полагают рядами хлебы на столе чистом, и зажигают золотой светильник и лампады его, чтобы горели каждый вечер, потому что мы соблюдаем установление Господа Бога нашего. А вы оставили его? И вот у нас во главе Бог и священники его, и трубы громогласные, чтобы греметь против вас. Сыны Израилевы, не воюйте с Господом Богом отцов ваших, ибо не получите успеха. Между тем Иерваам послал отряд в засаду с тыла им, так что сам он был впереди иудеев, а засада позади их. И оглянулись иудеи, и вот им битва спереди и сзади. И возопили они Господу, а священники затрубили трубами. И воскликнули иудеи, и когда воскликнули иудеи, Бог поразил Иерваама и всех израильтян пред лицом Авии и Иуды. И побежали сыны Израилевы от иудеев, и предал их Бог в руки им. И произвели у них Авия, и народ его поражение сильное, и пало убитых у Израиля пятьсот тысяч человек отборных. И смирились тогда сыны Израилевы, и были сильны сыны Иудины, потому что уповали на Господа Бога отцов своих. И преследовал Авия Иерваама, и взял у него города Вифиль, и зависящие от него города, и Иешану, и зависящие от нее города, и Ефрон, и зависящие от него города. И не входил уже в силу Иерваам во дни Авии, и поразил его Господь, и он умер. Авия же усилился, и взял себе четырнадцать жен, и родил двадцать два сына и шестнадцать дочерей. Прочие деяния Авии и его поступки и слова описаны в сказании пророка Адды. Продолжение следует...